Территория трезвости в Якутии расширяется. Один из удачных примеров – село Бяскёль. За последние три года здесь не было продано ни одной бутылки спиртного. Эмбарго на ввоз алкогольной продукции было введено по инициативе местных жителей. В один голос население сказало, что это только во вред. Сок, пожалуйста, натуральный. Населенный пункт находится в нескольких сотнях километров от столицы региона. Но, несмотря на такую близость, запретный товар коммерсанты сюда не завозят. За соблюдением сухого закона следят сами покупатели. Скажите, у вас алкоголь в продаже имеется? Нет. А где-нибудь в деревне его можно купить? Нет. В поселке всего пять магазинов, и в каждом ответ один – алкоголя нет. Купить горячительное при желании можно в районном центре. Это в 100 километрах отсюда. В магазине Керима Яковлева самый широкий ассортимент товаров. Вот уже несколько лет его бизнес стремительно развивается. В прошлом году предприниматель возвел себе новое здание. На первом этаже торгует, на втором живет с семьей. Сейчас строит планы дальнейшего расширения. Овощи, фрукты. Мы продаем все основные виды продуктов – овощи, фрукты. И, в принципе, без алкоголя у нас прибыль неплохая. Таких поселков в Якутии сегодня 15. Их жители убеждены – пьянство ведет к вымиранию нации. Поэтому активно пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Руководство республики со своей стороны готово оказать поддержку рублем. Если наследие запретил алкоголь и утвердил это законно через Ильтумен, тогда они имеют приоритет при строительстве культурных спортивных объектов. Эти объекты понадобятся в первую очередь подрастающему поколению, говорят старейшины. Впервые за многие десятилетия в поселке наблюдается естественный прирост населения. Детей стало столько, что пришлось построить новый детсад. В два раза больше прежнего и отвечающий всем современным требованиям. Всем миром, все помогали. Родсовет, весь наследие, все индивидуальные предпринимательные наследие. В среднем на одну семью приходится от четырех до шести детей. Чита Максимов – счастливые родители пятерых сыновей. Глава семейства Иван признается – раньше выпивал. Теперь все силы бросил на воспитание мальчишек и любимое хобби – разведение скакунов. Мой сын – это жакей. Скакал уже два года. В первом месте заняли. Якутские антиалкогольные меры сегодня называют одними из самых суровых в стране. Продажа спиртного здесь разрешена в строго отведенное время и в специализированных магазинах. Впрочем, местные власти надеются, что их на селе станет гораздо меньше. А при меру трезвых деревень последуют новые населенные пункты. Дмитрий Макаров, Денис Попов, Вести. Горный район, Якутия. Продолжение следует... Продолжение следует...